Тысячи школьников и студентов по всему миру готовятся к очередной демонстрации в защиту окружающей среды. Пятница ради будущего. Молодежные протесты проходят в Европе с 2015 года, когда в Париже состоялась международная конференция по климату. В этот раз в Испании участники готовились на протяжении недели. Цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата. Мы здесь, потому что именно мы ощутим на себе последствия. Хотя у нас нет права голоса в наших силах что-то изменить. Широкую известность демонстрации в защиту экологии получили в августе. Тогда 16-летняя Грета Тунберг каждую пятницу выходила к зданию шведского парламента с требованием начать и выполнять условия Парижского договора по климату. Став таким образом лицом молодежной борьбы против бездействия политиков перед лицом климатической угрозы. Подросток отказывается ходить в школу до тех пор, пока шведские политики не услышат ее. Своей активной гражданской позицией Тунберг привлекла внимание сотен школьников и студентов по всему миру. И даже Нобелевского комитета накануне школьница была выдвинута на премию мира. Свою номинацию Грета восприняла с воодушевлением. Климатическое молодежное движение отправилось в среду в Европейский парламент, чтобы уже официально заявить о своей борьбе против изменения климата. Один из главных наших призывов – привлечь к дебатам по климату экспертов, у которых есть решения, о которых так просят политики. Поэтому вместо того, чтобы спрашивать нас, им нужно выслушать специалистов. Если вы внимательно послушаете политиков, то поймете, что это вопрос чрезвычайной срочности. Но вот когда речь идет о конкретных действиях, складывается впечатление, что они никогда не слышали о климатическом кризисе, потому что они не считают его таковым. Пятницу ради будущего начнут школьники Австралии и Азии, затем к ним присоединятся юные активисты со всего мира.